Дальневосточный конкурс Шаги в мире творчества Дальневосточный конкурс Шаги в мире творчества Напомню, состоится он 27 апреля Что это за конкурс? Нам интересны все подробности Это конкурс для творческих детей и молодежи Который где-то кто-то начинает, делает первые шаги То есть дебют в хореографии, вокале, инструментальной музыке Также может быть и в изобразительное искусство Он у нас многожанровый Принимает участие у нас в основном детки начинают трех лет Такие маленькие? Такие маленькие, ну в частности моя дочь тоже принимала уже участие в прошлом году Ей тогда еще трех не было Поэтому если мы умеем говорить, поем, то можете участвовать Ну и также принимают участие и уже профессионалы Вот, то есть у нас разделяется Идет как дебют, так и самодеятельность, плюс профессионалы Есть номинация учитель, ученик Это тоже большой Мы, скажем, открыли это направление И оно пользуется Учителя, когда тоже у нас просят Что вот мы тоже хотим на сцену Пожалуйста, тоже И у нас принимают и педагоги в наших мероприятиях Давайте чуть-чуть пошагово, да, расскажем Может быть, тем, кто заинтересовался участием в этом конкурсе Время еще есть Что конкретно для этого нужно? Вот можно участвовать от трех лет, мы поняли Да, можно участвовать от трех лет Необходимо либо на нашем сайте нашмирvl.ru Значит, заполнить заявку Либо, если нет возможности, то позвонить по нашему телефону И девочке дадут форму заявки Вот И уже заполнить заявку В сущности, это все Также у нас будут проходить и мастер-классы По хореографии От наших членов жюри В частности, Дарья Варзиева к нам едет Это Москва, Ярославль Многие здесь ее знают Даже была у нас в гостях Да, да, да Она к нам специально едет на конкурсы Также она даст мастер-классы У нас есть наша, скажем, Теодора Она с Сербии Также будет у нас в членах жюри И также даст мастер-класс Поэтому все можно узнать в нашем офисе по телефону А с трех и до скольки лет можно участвовать? Вы знаете, у нас принимают участие до-до-до-до Самые старшие Был опыт, у нас участвовали 83 года Это в составе хора У нас есть такой хор Лебедушка, если я не ошибаюсь Да, в Приморском крае Вот они у нас принимали участие Поэтому наша сцена открыта для всех И показать свой талант Также у нас открытый конкурс Поэтому каждый житель города Может прийти к нам на площадку И совершенно бесплатно посмотреть Творчество деток Как своих внуков, деток, племянниц Так просто кто вот Дедушек и бабушек Дедушки, бабушки, да Все, все, все То есть как бы у нас всегда То есть у нас он открытый Поэтому двери открыты для любого жителя Так что и гостей также Юль, такой вопрос Площадка, где будет проходить? Вы знаете, вот к сожалению На сегодняшний момент я не готова вам ответить Вот, это буквально У нас просто будет две площадки Для вокалистов одна И для хореографов другая Для того, чтобы людей не запутать Лучше заходите к нам на сайт Либо же можно позвонить в офис Я думаю, что телефон мы чуть позже покажем Можно позвонить и будет узнать Да, действительно, я думаю, что вся необходимая информация Те, кто заинтересуется данным конкурсом Она есть у вас на сайте, как вы сказали Можно уже все подробности и нюансы Да, 20 числа, до 20 числа До 20 апреля мы принимаем заявки Поэтому еще есть время И более яркая картина Когда будет, понятно Мы также осветим Именно на какой площадке Кто где у нас будет просматриваться Ну, этот конкурс Это ближайшее событие В планах Центра Наш Мир Да, но было их огромное количество Масштабных Менее масштабных Может быть, по всему миру И вот сейчас интересно узнать Вы позиционируете себя Как культурно-образовательный центр Каковы все-таки главные цели И задачи вашей команды? Ну, во-первых, да Мы являемся организатором Фестивалей, конкурсов Как России, так и за рубежом В частности, я буквально приехала Из двухнедельной командировки Где мы организовывали То есть у меня такой тур был Сначала город Сеул У нас прошло в Южной Корее Большой конкурс Где приняли участие Как Сахалин Инструменталисты очень сильные С Южно-Сахалинска С Уссурийска коллективы Из города Владивостока И также с города Сеула И приграничного города Инчон Всем известный город Расположенный аэропорт Да, аэропорт Это огромный большой город То есть у нас было там мероприятие Прошло, то есть в Сеуле Более 80 участников Далее город Янзи Это Китайская Народная Республика Там у нас только с России Было более 240 участников Это только с России Очень масштабный Да, и плюс Порядка 150 китайских И корейских Так как Янзи Это корейский Приграничный Да, город И там у нас еще так же Корейцы принимали участие Далее я уехала в Пекин Где у нас принимали участие Дети с Камчатки Петропавловск-Камчатский И также у нас приехали Гости с Архангельска И с Мальты Вот, да, у нас принимают участие Не только российские граждане Беларусь Мальта И белорусы еще были Да Тоже масштабное мероприятие Прошло у нас Вот И далее У меня был еще конкурс Более такой камерный Это с Благовещенска У нас приехало 16 исполнителей В Паттайе В Таиланде Поэтому мы, можно сказать Приятное с полезным Совместили Туда И даже я себе Пару денечков Специально оставила И немножко Да, мы Потому что У нас, как всегда Сапожник без сапог Учитывая ваш график Я как раз хотела Задать вопрос, конечно Как вы успеваете Ну, две недели, да То есть мы Я стараюсь распределить Так конкурсные дни Чтобы успевать везде И как бы Ну, то есть Максимально стараться проводить Присутствовать на конкурсе Самостоятельно Вот Ну, я в качестве И члена жюри Мне позволяет статус Ну, и так же Как вот организатор Юль, такой вопрос Направленность конкурсов Она исключительно Музыка и хореография Или же Что-то еще делать Нет, у нас Многожанровые конкурсы Есть, конечно Узкого направления Это в декабре месяце У нас прям Распределено Театральное Только направление Только вокальное Только музыкальное И хореографическое А в основном Наши конкурсы Все Многожанровые То есть У нас принимают Участие Как инструменталисты Играя на любом инструменте От народного До бас-гитары То есть У нас и группу Принимают участие Также хореография Все направления Которые существуют К нам приезжают Вот инструменталисты Вот инструменталисты Получается Тоже на любом инструменте Могут принимать участие Как народные Так и классические Хореография Тоже У нас и балетные Школы Участвуют И хип-хоп И джаз Модерн То есть Все направления То есть Поэтому Жюри Также Еще чем Мы отличаемся Я стараюсь Так Чтобы у нас Члены жюри На каждый конкурс Были Разные Потому что У некоторых Коллективов Любят у нас Участвовать Но Скажем Каждые Три месяца Ставить новые Номера Не всегда Получаются Новые песни Поэтому Смело Можете участвовать Потому что Я стараюсь Так Чтобы жюри На каждый конкурс У нас приезжало Разное То есть Чтобы вы могли Показать один номер Разным специалистам То есть Из разных городов И оно естественно Получается независимое Потому что Я стараюсь Конечно Стараюсь Всегда привозить Людей Независимых Которые Которые Не здесь В Владивостоке Не в Приморском Крае То есть У нас всегда Приезжие жюри То есть Самое ближнее Это Хабаровск Ну и Суссурийска Иногда Приглашаем Вот Но так Скажем Не часто Поэтому Смело Можно приезжать С одним номером И получать От специалистов Почему Мы называемся Культурно-образовательный Центр То есть У нас Кто желает Можно всегда Поговорить С членами жюри Они направят То есть Не пожурят А направят И скажут Как бы Скажут Своё мнение О том То есть Потому что Я всегда говорю Что Жюри Это не для того Чтобы поставить Плохую Или хорошую Оценку А для того Чтобы направить И подсказать Либо же Высказать Своё мнение Для того Чтобы педагог Подумал А стоит А стоит ли Ему Придержаться Этого Мнения И как бы Вот мы Мы стараемся Так Чтобы у нас На всех наших Конкурсах Был еще И праздник Понятно Что участие В конкурсах Это всегда Большой опыт Это нужно Делать Это очень полезно Это и общение Дополнительный Обмен мнениями И так далее И так далее И так далее Но тем не менее Не могу не задать вопрос Какие перспективы Открываются Перед победителями Ну Перед победителями В частности Если брать В рамках Нашего культурно-образовательного Центра То в конце года Мы делаем Скажем Вывод за весь год Потому что У нас участвуют Как и в Владивостоке Проводим мы конкурсы Вот ближайшие Будут у нас Также И за рубежом И какие-то Яркие коллективы Либо начинающие Но перспективные Мы отмечаем Отмечаем Разными Либо Сертификатами На какие-то Мастер-классы Либо То есть Вот один из У нас Проходит конкурс Значит Искусство 21 века У нас Фонд поддержки Талантливой молодежи Мы Было У нас Несколько Так скажем Учреждено Таких спецпризов В частности Ярослав Дементьев Ему 6-7 лет Мы подарили Синтезатор То есть Как мы подарили Сертификат На какую-то Определенную сумму Они определили Что они хотят И вот Ярослав Скажем С мамой Посоветовались Они решили Что они будут С музыкой Продолжать Заниматься Мы подарили Ему Синтезатор Очень достойный подарок Да С пользой Еще один коллектив У нас есть Они тоже Начинающие Это в Надеждинском районе Мы подарили Ребятам Сертификат На Создание Униформ Ну в смысле Такой Как бы Они джаз-банда И не всегда Им нужны какие-то Концерты Так чтобы у них Стиль Стиль один Они сейчас Определяются Со Стивилем Мы будем Логотипом Разрабатывать То есть Мы вот таким Образом Поддерживаем Такая даже Немножечко Продюсерская Работа Ну типа Немножечко Ну наверное Да То есть Как бы Да И коллективы Также у нас Вот Мы проводили Путевки Мы Бывает Тоже Так же Так как у нас Есть детский Лагерь Свою Створческая Мы о нем Обязательно Отдельно Поговорим Да Вот То есть Мы поощряем Либо путевками В частности Вот у нас Вокалистка Из находки Ой Извините Из Арсеньева Да Получила Путевку На творческую Смену В наш Лагерь Поэтому Мы стараемся Еще и поддерживать Ребят Чтобы они Потом могли Скажем Воплотить Свои творческие Возможности Где-то Вот мастер-классы Вот у нас Теодора Например Сделала Такие Три сертификата Подарила Трем Хореографическим Коллективам Свои мастер-классы И вот Она уже У начинающего Коллектива Пёрышки Который С Владивостока Провела Мастер-класс Совсем Для ляля Дала Свою хореографию Вот Для более Значит Старшего коллектива И вот У нас Еще Перспектива Еще Для одного Коллектива Будет Мастер-классы То есть Мы Вот Таким Вот Образом Стараемся Поощрять Нашу творческую Молодежь И педагогов Здорово Действительно Очень достойная Помощь Поддержка Которая Очень Необходима Начинающим Музыкантам Танцорам В любом Деле Вообще Это очень Помогает Развиваться Такой вопрос То есть У меня Сложилось впечатление Как я сказала Что вы Немножко Такую Продюсерскую Помощь Оказываете Я так понимаю Что у вас Есть ваши Постоянные Участники С которыми Вы работаете Помимо Лагеря Которым Мы чуть Позже Поговорим Может быть Есть Какая-то Площадка На которую Они к вам Приходят Может быть У вас Занимаются Чем-то Как это Происходит Как вы Сотрудничаете Это будет В перспективе У нас Есть Такой Да Мы работаем Над этим Очень бы Конечно Хотелось То есть У меня У нас Как бы Группа Компаний В частности Мой муж Наталья Иванович Как раз Этим Сейчас Занимается Вопросом Я как всегда Проницательный Вопрос Да Да То есть Я не буду Раскрывать Но мы Над этим Работаем Конечно Очень Хотелось Чтобы у нас Была Какая-то Своя площадка Как раз Таки Для того Чтобы мы Могли Проект Это напрашивается Да Это очень Да Напрашивается Это нужно Вот Ну пока Мы ходим Тогда Вот Как вот Мастер-классы Мы идем В зал Наших Хореографов Я думаю В будущем У нас С вокалом То же самое Будет Потому что Мастер-классы Мы проводим Вот У нас Проходит Сергей Семенов Он у нас Приезжает Тут как раз Таки Он у нас Один из Учредителей Фонда 21 Искусство 21 Века Он проводит Мастер-классы Открытые уроки Проводим Мы Поэтому Тоже Кто желает Он у нас Музыкант Можете Тоже Загуглить Сергей Семенов Город Москва Вот То есть Он при всем Притом Он до сих пор Сам еще Действующий Конкурсант Можем Как бы Он не молодой Но Он Также До сих пор Как бы Скажем Повышает Свою квалификацию То что Ходит на конкурсы И получает Там призовые Тоже места Поэтому И мэтрами И в то же время Те Как бы Члены жюри Которые еще Дальше растут И продвигаются В творчестве Юль Давайте сейчас Делаем небольшую паузу Мы прервемся На короткую рекламу А после продолжим Наш разговор Оставайтесь с нами А мы продолжаем Наш разговор Юлия Ну мы уже Несколько раз Такую интригу Создавали По поводу Лагеря Которым Также занимается Культурно-образовательный Центр Наш Мир То есть Вы Расскажите Что это за лагерь Чем он отличается От других Детский лагерь Золотая рыбка У нас Два направления У нас Он есть В России Также он есть За рубежом В частности На Байдахе Вот Ну понятно Что поездка В Байдахе Это Всегда Путешествие Поэтому этим же Мы отличаемся Что дети у нас Едут в путешествие Мы находимся На курортной В курортной зоне Город Байдахе И получается В рамках Также Одна смена То есть У нас есть смены Простые Где дети едут Любого направления У нас Работают с ними Вожатыми Просто Также у нас И проходят Разные мероприятия Как в лагере Вот И одна смена У нас 3 июля Это творческая смена Там у нас Проходит Мелодия моря Наш конкурс Который уже Не первый год Проходит Вот Поэтому Так что Это вот одно направление Заграничное И Большой интересный проект У нас проходит Во Владивостоке В частности Не в Владивостоке А Надеждинский район Поселок Тавричанка У нас на берегу моря Свой детский лагерь Который тоже называется Золотая рыбка И у нас Как раз таки Тоже направление Идет Скажем Культурно-образовательное То есть У нас все смены Имеют свое Какое-то направление То есть Например Первая смена Называется Дэнс Кэмп На две недели Дети приезжают У нас Мы привозим Кого-то Какого-то Специалиста В хореографии То есть У нас Были такие Специалисты Та же Дарья Варзиева Адам К нам приезжал Значит Мы как раз таки Этот проект Открывали Джиф По хип-хопу Приезжал Клименко Виталий Приезжал То есть Всю смену Там находится Специалист И проводим Мастер-классы И потом У нас В середине смены Проходит Фестиваль Конкурс Который называется Как раз таки Дэнская К нам могут Приехать Как и на 14 дней Остаться и жить У нас Детки Есть А в определенный день Это 9-10 июня У нас получается Конкурс У нас дети приезжают Выступают И потом домой уезжают Мы делаем дискатии То есть Не обязательно жить в лагере Необязательно Да И если не остается до вечера То еще и попадают на дискотеку Поэтому То есть Такой творческий Такой Почему и называется Дэнс Кэм То есть Танцевальный лагерь Что мы вот Танцуем Но мы помимо этого У нас также дети есть И те которые не танцующие Тоже можно не бояться То есть Потому что Есть дети Которые не танцуют Они просто приезжают Они не ходят на мастер-классы Но в жизни У нас также И те же Отрядные мероприятия Вожатые у нас всегда Самые лучшие Это точно Вот Самые душевные Самые веселые Активные Вот Поэтому Дни Просто две недели Пролетают Как один вообще миг Можно будет остаться Еще и на неделю Плюсом То есть Мы продлеваем Да Кто желает 21 день Потом остаться Также у нас Смена есть Спорт и красота То есть У нас идут Спортивные мероприятия Красота Это для девочек У нас приезжает Из модельного агентства Педагог Да При всем при том У нас Так приятно Участвуют даже И молодые люди Тоже Мальчишки Тоже участвуют Потому что Умение ходить Умение себя подавать И как стоять Возле камеры Как раз Такие вот У нас Учат Сейчас В миру Нашего Инстаграма И всего Это уже Неотъемлемая часть Вот Лэнгвичленд У нас проводит Мастер-классы Уроки В Скажем В таком Не в учебном классе А в разговорном Что кстати Самое полезное Да То есть Носители языка Мы привлекаем Ребят У которых Язык Носить Они носители языка И они Также по час Час двадцать С ребятами Беседуют Общаются Проводим Также мероприятия Открытые уроки Для родителей Потом То есть Они там Учат стихи Учат песни Ставят сценки То есть У нас идет Такое творческое Вот такое вот мероприятие То есть Дети то что учат В школе Они потом Просто это используют В жизни Вот Ну то есть Такие вот мероприятия Сейчас Такой интересный фон Да Сейчас у нас Еще одна смена Третья Ну вот как раз Таки сегодня Я была на совещании Тоже Такая скажем интрига Мы вот ее через неделю Ее подтвердим Будет У нас Скажем Специальная такая смена Для ребят Вот Только мы ее Не буду рассказывать Потому что нам нужно Да Утвердиться Да Это вот С силовыми структурами Полезная очень Поэтому если что Заходите на сайт Золотая рыбка Вэл И там У нас Вся будет информация Буквально я думаю Что недели через две Это вот портрет Третью смену А все остальные смены У нас прописаны Очень интересно То есть находят Увлечение все Несмотря на то Что каждая смена Имеет свое Какое-то Скажем Направление Но Также у нас Проходят и простые Лагерные мероприятия Как внутри отряда Так и общелагерные Как и везде Огоньки Какие-то там Игры Мастерские Вот Поэтому Ребята Ну вот мне очень приятно Что у нас есть Даже постоянные Которые с года в год Ездят с нами Как в заграничный лагерь Так и к нам в тавричанку Заскучать они точно не успеют Стараемся не давать И даже когда дождь Стараемся максимально занимать ребят То есть как бы Чтобы Чтобы было интересно Юлия Я повторюсь Вы уже 11 лет Во Владивостоке Ведете свою работу Ну по всему миру уже Да можно сказать И мне интересно Немножечко узнать Все-таки об истории Вашей компании Как она появилась Я знаю что у вас есть Можно сказать Специальное образование Вы режиссер Настоящий Да Расскажите историю Вашей команды Ну вообще Скажем Я творческий Сама человек Я занималась Художественной гимнастикой А потом перешла В цирковую студию Сказка По направлению Пластический этюд Была возможность Так как Это все было При Кровевом центре Народной культуры Поработать В замечательной команде У Станислава Валерьяновича Якубовского Который дал мне Очень хорошую школу Это было Мне Это было очень давно Вот Я еще в школе училась Такой скажем У меня школа Очень практическая Очень большая И так как В свое время У меня Мне довелось Самой ездить На фестивали Организованные В Сеуле Также я работала В Японии В цирковом театре Вот И Уже Когда я закончила Получила образование Мы подумали Посмотрели И Скажем Когда я закончила Свою карьеру Именно уже Как исполнитель Вот Можно сказать Стала идея То есть До этого Я организовывала Небольшие А вот уже Как именно Культурно-образовательный центр Наш мир Мы работаем Уже Одиннадцать лет В команде у нас У меня замечательная команда Каждый из При всем Притом Так интересно Что Ну например Муж у меня вообще С техническим образованием Он рядом со мной То есть У нас такая Как бы поддержка Очень большая Вот И каждый из Наших специалистов Не обязательно Они То есть Там в туризме Или там В образовании Но Люди которые Любят Это дело То есть У нас такая Команда Создается Довольно-таки Приятная Например Тот же дизайнер Он сработает На удаленке Но он воплощает Все мои идеи То есть На одной волне Поэтому В сущности У нас в команде Есть вакансии Могу тоже Воспользоваться Можете Если что Обратиться Нам нужны Творческие Активные Позитивные Обязательно Позитивные Люди Вот Также у нас Иногда Проходит практику Студенты Я тоже Пожалуйста Потому что Из каждого Специалиста Начинающего Может вырасти Большой специалист Вот Поэтому Работаем Также Развиваемся Да И ведущая У нас Екатерина Не один раз У нас Тоже Ведет Из вожатых Мы немножко Подрастили Стефани Мне очень нравится Она у нас Сама занимается Вообще Она архитектор Но вот Уже Не первый год У нас На мероприятиях Она ведет Мероприятия Поэтому У нас Такая Разноплановая Но Очень Интересная Работа Поэтому Команда У нас Вообще Замечательная У нас На Сахалине Специалист Есть Удаленный Конечно Мир прогресса Это тоже Очень удобно Яна нам Тоже Помогает Так что Работаем Стараемся Если что В команду К нам Можно тоже Присоединиться Юлия К сожалению Остается Буквально Минутка И мне бы Хотелось Мы немножечко О планах Рассказали Но может быть Что-то еще Масштабное Впереди Расскажите Вы знаете Планов очень много Кардинально Отличается Есть и патриотическое Направление Есть и просто Искусство И театр Вот Поэтому У нас Большие планы Заходите к нам На сайт Там вся информация Всегда можно Зайти в инстаграме Тоже посмотреть Наши отчеты И ждем Творческих Ребят К нам И молодежь И взрослых Людей И педагогов Поэтому Я думаю Что Такой большой Творческой командой Будет интересно Дальше Продвигаться В мире творчества Юля Я хочу поблагодарить вас За этот разговор Было очень приятно Вы очень позитивный человек Очень светлый Спасибо И спасибо за вашу работу За то что помогаете Развиваться творческой молодежи Спасибо вам Спасибо До встречи Я напоминаю Что это была программа Время говорить В студии работала Анна Бережная Увидимся на восьмом Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин